Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о российском чемпионате. И сосредоточимся на той теме, которую обсуждают многие, дескать, у «Зенита» снова кризис. Запустилась эта тема по ходу текущего сезона, после успешного старта «Зенит» действительно начал барахлить, и в частности в чемпионате они потеряли очки, потеряли очки в матче со «Спартаком». И да, понятное дело, что уровень соперников достаточно серьезный, а учитывая то, как складывался матч, в принципе, ничья – это не такой плохой результат, но тем не менее. Учитывая то, как «Зенит» разогнался на старте сезона, вот этот эпизод с определенным спадом результатов, он действительно многих смутил. Ну а потом было поражение от Краснодара в битве за 6 очков и в битве за первое место, и сейчас лидирует в турнирной таблице именно южная команда. Ну, во всяком случае, на момент записи видео я на всякий случай предупреждаю. Так что «Зенит», у которого, получается, в последних шести матчах лишь три победы, и при этом еще и сенсационная ничья с «Химками» в рамках чемпионата, он действительно начинает вызывать определенные сомнения. Может быть, король-то голый? Ну вот классический вопрос, как только у «Зенита» начинаются хоть какие-то проблемы. Сразу разговоры о том, что «Зенит» уже недостаточно хорош. Давайте все это дело и отсюда. Но сперва хотелось бы сказать, что я завел свой блог на Бусти, где публикую прогнозы на все матчи российского чемпионата. А также там будут выходить ретро-ролики, посвященные выступлению российских команд в Еврокубках. И там уже вышло видео, посвященное сезону 92-93, когда ЦСКА обыграл Барселону. Спартак смог пройти Ливерпуль. Это было серьезное состязание, и то, что Спартак остановился в паре шагов от трофея, это очень серьезный успех. А «Торпедо» и «Динамо» достойно выступили в Кубке УЕФА. Все эти ролики доступны в полном объеме на моем Бусти. Ссылочка в описании и в закрепленном комментарии. Плюс к этому в конце видео я буду упоминать всех платных подписчиков с моей платформы Бусти. Итак, в очередной раз, обсуждая тему кризиса «Зенита», мне хотелось бы отметить, что вот эти разговоры, они сами по себе являются своеобразным комплиментом санкт-петербургской команде. Что «Зенит» сейчас — это настолько доминирующая сила в российском футболе, что даже если она, вот эта сила, не выиграла половину матчей за последние шесть туров, это уже повод обсудить, что король голый, что «Зенит» уже не тот, что будет новый чемпион, и все в этом духе. Это говорит о том, что в нашей психологии футбольной, в нашем сознании «Зенит» уже, да, это русский ПСЖ, русская Бавария — это глыба, на которой очень тяжело, скажем так, бороться против нее. То есть это скала, которую хрен расшибешь. И поэтому здесь любая, даже минимальная осечка обсуждается максимально активно. И любой случай потери лидерства становится тоже мегатемой, которую обязательно нужно разобрать в многочисленных статьях и видосиках. Поэтому здесь, в принципе, это своеобразный комплимент для «Зенита». Ну а теперь и касательно самой проблемы. На мой взгляд, здесь ничего сверхъестественного не произошло. И то, что я упоминал несколько недель назад на пике возможностей «Зенита», что «Зенит» уже практически чемпион, на мой взгляд, этот прогноз до сих пор актуален. Потому что там, в этом ролике, я сказал, что если «Зенит» будет играть так же и дальше, и если не будет каких-то проблем с травмами и со всем остальным, то этот «Зенит» просто железной поступью должен пройтись по чемпионату России. То есть я уже тогда отметил, что главный враг «Зенита», главная проблема – это он сам. Единственная команда, которая может остановить «Зенит», – это сами «Зенитовцы». И их внутренние проблемы, в том числе, связанные с травмами. И тут, к сожалению, именно эти проблемы и начались. То есть старт вот этой неудачной серии, первые потерянные очки в чемпионате, матч с «Химками» – это что? Это тот самый поединок, где «Зенит» лишился практически всей своей креативной группы в силу разных причин. И начиная с этого уже пошел тот самый кризисный момент. То есть, напоминаю, что в матче против «Химок» «Зенит» изначально уже потерял ряд важных футболистов. То есть здесь, например, не было уже «Вендела». Также хотелось бы отметить, что уже на старте матча был потерян «Глушенков» из-за травмы. И дальше, ну дальше вся эта ситуация просто затянулась. Травмируется один, потом другой. Кто-то не в форме, как Педро после травмы. Кто-то выходит и сразу получает новое повреждение, как «Глушенков». И в этой ситуации, да, начался тот самый кризис, связанный с травмами. Не больше, не меньше. Если бы «Зенит» продолжал выступать в своем оптимальном подборе исполнителей, мне кажется, сейчас мы бы не обсуждали лидерство Краснодара. И уж тем более не размышляли бы о том, что «Зенит» находится не в том положении. Но при этом, к сожалению для «Зенита» здесь проблема в том, что, во-первых, некоторые позиции действительно не имеют аналогов и не имеют дублирующих игроков, которые в случае травмы возможны. То есть, например, «Вендел». Здесь нету реальной альтернативы бразильскому игроку. Раньше его функционал мог бы взять на себя Кузяев, например. И неплохо бы справился. Сейчас, по всей видимости, они пытались найти сербский вариант. Были вот все эти свистопляски вокруг трансфера из Торино. Ильича Но не сложилось. Не сложилось, не купили. И в итоге игрок, который в случае чего мог бы взять на себя функционал «Вендела», он сейчас отсутствует. И потеря «Вендела» сразу рушит очень многие игровые связки. Что же касается «Глушенкова», здесь самое страшное, что может произойти, он может вновь впасть в череду повреждений. «Глушенков» достаточно хрустальный игрок. И то, что он последние сезоны провел без травм, это очень удачное истечение обстоятельств. Поэтому здесь «Глушенков», к сожалению, может стать системной проблемой и потерей для «Зенита» с точки зрения частых повреждений. Так что здесь, на мой взгляд, с одной стороны, проблемы «Зенита» временные, как я уже отметил. Вернутся все лучшие исполнители, наберет команда в форму и будет все снова прекрасно. С другой стороны, у «Зенита» действительно есть пробоины по части глубины состава. Потеря «Вендела» автоматически приводит к катастрофическим последствиям. А потери «Глушенкова», к сожалению, из-за его специфики, могут стать системной проблемой из-за его хрустальности. Поэтому, да, «Зенит» в оптимальном состоянии – это нерушимая сила, которую хрен остановишь. Но при этом это сила, у которой по-прежнему хрустальная челюсть. И получив удар по больному месту, по «Венделу», например, команда моментально теряет значительную часть своей боеспособности. Хотелось бы поблагодарить моих платных подписчиков на Бусти. Валерия Седина, Фила Ричардса, Дмитриевича, Микро Хафилпафа, Серго ФКСМ, Кирилла, Евгения Злобина, Ольгу Фролову, Максима Новикова, Алексиса, Гладиатора Свау, Тихона, Изадеров Изадеров, Рима Рефейжератовна, Елену, Just Do It, Лазарес, Олег ЦВБП, Кристал Мун, Кель, Мага 01, Профессор, Сергей Тиненбоем, Майлкарт. Спасибо вам, дамы и господа, вы лучшие. Но и отдельное спасибо уважаемому товарищу Хедж Мастер, который взял максимальный уровень подписки под названием Златан Ибрагимович.